В эфире новости день за днём. В студии Олег Соловьёв. Здравствуйте. О событиях нашего города и не только расскажем прямо сейчас. Сегодня в выпуске. В Десногорске устраняют последствия краж крышек канализационных люков. Некоторые сейчас люки воруют. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Неуемный аппетит. За месяц смолянин совершил 13 краж. Мужчина прятал похищенное под одежду или в сумку, после чего покидал торговый зал. Кадровое голодание. Тенденции современного рынка труда обсудили в Десногорске. Они готовы платить достаточно высокую заработную плату и на набор рабочих профессий. Теперь об этих и других событиях подробнее. Президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному собранию. На церемонии в гостином дворе были затронуты крайне важные и актуальные для страны вопросы. В частности, одной из главных задач президент в виде социальной поддержки россиян. Предлагается расширить программы льготной ипотеки и налоговых льгот для семей с детьми. Повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. Эти инициативы можно смело назвать руководством их действию как для страны, так и для отдельных регионов. На мероприятии также присутствовал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он подчеркнул, что на региональном уровне будут приниматься все меры для реализации предложенного стратегического курса страны. По мнению губернатора, развитие сферы здравоохранения, образования, пропаганды института семьи – это, безусловно, успех политики нынешнего президента. В начале января около 10 канализационных люков Десногорска остались открытыми. Некоторые из них находятся в непосредственной близости со школой. Ситуация вызывает опасения не только у родителей, чьи дети ежедневно ходят мимо них в школу, но и у жителей ближайших домов. Подробности в сюжете. Пока город отдыхал на новогодних каникулах, злоумышленники решили потягать тяжесть. Они похитили чугунные крышки из городских канализационных люков. Коммунальные службы своевременно приняли меры по предотвращению возможного травматизма горожан. Изначально они были накрыты решетками, потом мне показалось, что там лежали все-таки какие-то крышки люковые. А теперь опять решетки. Принятые коммунальщиками временные меры безопасности не могут на 100% исключить возможный травматизм. Родители также должны предупреждать детей о возможной опасности. Я маму говорила, что надо под ноги смотреть. И пока жители Десногорска смотрели под ноги, в дело вмешалась местная полиция. Личности виновных вскоре были установлены. Сбыть украденное они так и не успели. Вещественные доказательства – крышки люков приобщили к делу. Так как дело уже перешло на этап сюда, то есть полиция может нам, как собственнику этого имущества, его вернуть. По заявлению директора МОП ККП, временные крышки и поддоны, установленные на люках, в ближайшие дни заменят постоянными. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В гонке за кресло главы Смоленска появились первые аутсайдеры. До второго этапа избирательной кампании не смогли добраться семь кандидатов из одиннадцати. Возможно, для этих претендентов требования избирательной комиссии оказались сюрпризом. Документы об образовании, копию трудовой, сведения об имуществе и доходах – это неполный список документов, предоставить которые кандидаты или не смогли, или не захотели. В результате борьбу продолжат четыре претендента – Андрей Борисов, Александр Корончик, Андрей Михаленков и Андрей Ярославцев. Согласно второму этапу конкурса, мужчинам предстоит пройти индивидуальное собеседование. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Показания скорой помощи – 12 раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений, из них 263 ложных. Поступило и отработано 17 просьб от населения. Подзаработать на своей собственности решил 42-летний житель Смоленска. Мужчина за 1000 рублей прописывал в своей квартире всех желающих. Фиктивную регистрацию в резиновой квартире успели получить 5 иностранцев. О гостеприимстве мужчины в скором времени узнали и сотрудники полиции. Корыстные мотивы хозяина жилья оценены по закону. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Фиктивная постановка на учет предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Задержан с поличным. В Смоленске на месте преступления задержали 56-летнего мужчину. Он неоднократно наведывался в магазин за провизией. Платить за товар он и не собирался. За месяц злоумышленник совершил 13 краж в одних и тех же местах. Подробности в сюжете. Колбасу, алкогольные напитки и всё, что понравилось, мужчина прятал за пазуху или клал в сумку. Он регулярно посещал магазины, тщательно выбирал товар и проходил мимо кассы, не заплатив. Так было до тех пор, пока охрана одного из супермаркетов не пресекла его очередную закупку. Для предотвращения предстоящей кражи охранники вызвали сотрудников полиции и показали запись с камер внутреннего видеонаблюдения. Мужчину задержали с поличным. В ходе расследования выяснилось, что местный житель был ранее судим за подобные преступления. В этот раз он наворовал почти на 40 тысяч рублей и совершил 13 краж за 30 дней. Теперь аппетит злоумышленнику придётся поубавить. В отношении подозреваемого под разделением дознания УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела. По признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию и кража. Задержанному жителю Смоленска грозит лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время он взят под стражу. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Россельхознадзор продолжает поддерживать отечественного производителя радикальными методами. Некоторое время назад на территории Смоленской области задержали несколько грузовиков. В ходе досмотра в кузовах машин обнаружили так называемую санкционку. В условиях продуктовых войн судьба перевозимого груза была предрешена. Под гусеницы бульдозер попали апельсины из Италии и Испании, груши из Нидерландов, пекинская капуста из Украины и яблоки неизвестного происхождения. 54 тонны продуктов были измельчены и захоронены на полигоне спецАТХ. Очередной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» проходит в Десногорске. Городской энергетический колледж в эти дни – это не только площадка для совершенствования навыков и знаний. В стенах учебного заведения представители образовательных организаций и администрации города обсудили региональный кадровый стандарт, который был принят на территории Смоленской области. Подробности далее. Все профессии нужны, все профессии важны. Но современные тренды явно демонстрируют. Рабочих рук катастрофически не хватает. Рынок труда продолжает меняться и требует умения приспосабливаться. Гуманитарные профессии, лидеры кадрового рынка на протяжении многих лет постепенно уступают место другим специальностям. Рост экономики и промышленности регионной страны зависит от гармоничного кадрового состава населения. Рабочие профессии, учителя, преподаватели и медработники. Специалистов этих профессий работодатель ждет в первую очередь. В условиях дефицита кадров меняется и система вознаграждения за труд. Очень многие работодатели, производственники говорят о том, что недостаток квалифицированных рабочих кадров приводит к упадку производства. И они готовы платить достаточно высокую заработную плату именно по рабочим профессиям. При этом представители власти города четко понимают свою роль и миссию помощи молодым специалистам. Отмечена необходимость дальнейшей организации профессиональной ориентации и профессионального обучения молодежи. Это понимают и на Смоленской атомной электростанции. Благодаря сотрудничеству Смоленской АЭС и Десногорского энергетического колледжа создается ряд мер в помощь молодым специалистам. Организованы проекты наставничества, практики и трудоустройства выпускников колледжа. Сейчас за два месяца, за январь-февраль, уже трудоустроено трое ребят тоже с образованием Десногорский энергетический колледж. То есть ребят стали трудоустраивать, они успешны, они чувствуют себя, они необходимы. Будущее промышленности региона в целом и Десногорска в частности зависит от стратегических шагов, которые делаются уже сегодня. День защитника Отечества по всей стране отмечается памятными и яркими событиями. 23 февраля Музей Великой Отечественной войны в Смоленске готовит зрелищную программу. Театр-порубежье покажет смолянам, какими были защитники Отечества в разные эпохи. Артисты пристанут в костюмах стрельцов, мушкетеров и драгун. Они продемонстрируют, как менялся облик защитников Смоленска и всего Отечества. Зрелищные поединки – это одна из особенностей театра. На постановку некоторых боев уходит более месяца. Теперь о погоде. 22 февраля в Десногорске будет морозно, возможен снег. Днем минус 8, ночью минус 10. На этом у меня все. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru В студии работал Олег Соловьев. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!